здравствуйте дорогие товарищи здравствуйте дорогие друзья как я рад что мы снова вместе я здесь а вы там очень хорошо благодарю вас за то что пишите комментарии я читаю с большим удовольствием если я не отвечаю на них то по одной простой причине когда идет обсуждение какой-то пластинки до который я показал в ролике собственно все что я хотел о ней сказать я сказал вот здесь и повторяться я не вижу никакого смысла но если беседа уходит в какую-то другую сторону то я подключаюсь конечно и стараюсь донести свое мнение до широких народных масс меломанов ну и спасибо вам за то конечно что материально поддержите канал это никогда не бывает лишним это очень приятно всегда так что вот а я продолжаю безумный разговор который наверняка продолжится в комментариях совершенно бессмысленный бессмысленная беседа о том о лучших гитаристах рок-музыки вот о чем разговор абсолютно не имеет никакого смысла потому что лучших гитаристов рок-музыки нет в природе их не существует дело в том что все те кого мы слышим на пластинках все играют хорошо кто бы ни говорил что в разных ютюбовских блогах этот умеет этот не умеется я читаю меня печальная грустная улыбка на лице вырастает от этого того что я читаю кто не умеет играть там кто умеет кто лучше кто хуже но я все таки включусь в эту беседу и покажу пластинку одного из лучших гитаристов рок-музыки лучших да безспорно безусловно давайте обсуждать в комментариях потом робин трава 1 альбом twice remove from yesterday removed from yesterday 1973 год один ролик про музыку робина трава уже есть в плейлистах у меня но их будет еще много потому что дискография трава она весьма и весьма широко и глубоко сильно как спета в одной песни советской советских времен ну пластинка вышла семьдесят третьем году до робин трава ушел к тому времени из группы прокол хором собрал коллектив джут или джат он называется я не помню я не слышал никогда на самом деле но как-то дело не пошло в смысле отдачи смысле записи альбомов и прочее 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 и тогда робин трава решил просто работать как робин трава правда можно было бы назвать это робин трава бэнд потому что состав в некоторое время был достаточно постоянным джеймс дюор на бас-гитаре играл и пел из группы stone the crows приятель старый приятель робина трава и рэйка седор ударные я не помню где играл рэк не помню да что касается дюора stone the crows да у меня есть две пластинки stone the crows я не могу сказать что они меня очень сильно вдохновляют хотя в комментариях я читал что ах-ах это такая супер группа это прекрасный блюз такой замечательный ну да блюз да ну я пока поговорю про stone the crows отдельно потом вот и в этом составе мощного гитарного трио группа записала несколько хороших песен и с этими песнями трава ходил по рекорд компаниям начал с chrysalis там не взяли эту музыку сказали что нет но прокол харум это прокол харум это имя да и все это это мощно пластинки продаются и никаких проблем с созданием пластинка прокол харум нет а вот сольный альбом гитариста тем более бывшего гитариста прокол харум который ушел уже из группы что-то там записывает это не очень интересно и то же самое было сказано в ряде других компаний трава обошел по кругу несколько значит вот этих самых офисов которые где сидели люди которые принимали решение и вернулся обратно на chrysalis и там скале ну ладно давайте вроде ничего выпустим пластинку и пластинка вышла и конечно успехом она не большим не пользовалась вот так почему да потому что в общем люди не ожидали действительно ничего от пластинки гитариста который ушел из группы прокол харум ну ушел и ушел что-то там играет да но когда вышел второй альбом ближе в сайте ближе в сайт 7 и четвертом году спустя год после первого тут как прорвало тут прямо пошло и первые места и пресса и все дела и восторженная публика и ля-ля-ля-ля и тарабары растобары как грил моя бабушка и пришла популярность просто широчайшая это говорит о торможении в небесах был такой фильм советский ну просто инерция восприятия инерция которая на которой остается привод про мда ну я уже сказал на гитарист ушел что там да ничего не а мы слушаем дальше про кухар ум ну а кто хочет пожестче пластинки джимми хендрикса всегда есть на полке но музыканты во всяком случае и люди которые любят блюз люди которые любят гитарную игру и фиксируется на этой музыке они конечно приняли первый альбом ну сразу но это не широкие массы да это не широкие массы это не не мировая популярность но это это среда она очень помогла конечно трауру потому что но хорошие отзывы мнение товарищей мне не уважаемых людей великих музыкантов включая роберта фри по это все очень поддерживала конечно но катастрофы не случилось потому что крыселес выпустили второй альбом если бы они поставили крест на травури они 2 бы не выпускали безусловно то есть перспектива была видна а сейчас и не только сейчас вы пошли переиздания травы занял крепко свое место под солнцем шоу-бизнеса и не только шоу-бизнеса в сердцах слушателей и его уже не отодвинуть он уже он уже все он уже памятник самому себе памятник за памятник но при этом музыкантом абсолютно невероятный если говорить о гитарной игре то это ну это необходимо для вот это необходимо для каждого из тех кто играет на гитаре блюз или играет на гитаре рок я взглянулся это кстати говоря я не знаю самый не самый но любимый гитарист кости кинчева во всяком случае костя покупает эти пластинки перешиб мне перешел мне дорогу даже определенном смысле я прибежал в магазин там покупать очередного трава рай в них а кости уже его купил я помню про это рассказывал ну так вот его называли вторым джимми хендриксом английским джимми хендриксом отчасти это справедливо хотя в одной из рецензий я прочитал что нет нет ничего это зря это напрасли на на робина трава он самодостаточный абсолютно музыкант да он самодостаточный музыкант но то что джимми хендрикс слышим по крайней мере в первых двух альбомах это абсолютно просто но это слышно тем более что травер обожал действительно музыку джимми хендрикса слушал его на концертах еще пока хендрикс был жив да естественно соответственно конечно слушал его пластинки и очень много взял от хендрикса в частности линию гитарных примочек чисто хендриксовский юни вайп юни вайп это такая штука смесь флэнджера и фейзера ну чтобы понять не было это как лесли примерно как лесли в хамонторгане да когда вижу вот это вот такая вот так отвращающаяся такая штука вот это самый юни вайп фуз которым которым пользовался хендрикс флэнджер которым пользовался хендрикс тоже и что-то там еще я не помню точно что было он все это взял все это переколбасил переделал под себя сделал гитару фендер стратокастер как сделал за заказ и мы сделали гитару под себя он влюбился в гитару фендер он играл на гибсоне в группе про кухару а потом в какой-то момент что-то такое читал у мартина барре из группы же тратал с которой дружил травер что-то были какие-то финансовые проблемы или нет или я не знаю или был день рождения у мартина барра просто и травер купил фендер стратокастер подарил его мартина барра но перед этим поиграл немножко на страте и этих нескольких минут хватило ему для того чтобы он сказал что все это мое это мое навсегда и навсегда и никаких гибсонов больше только вот фендер стратокастер и заказной фендер был конечно под него в специально свои датчики он со звуком просто он завернут на звуки абсолютно трава хорошем смысле и все что мы слышим дальше это все фендер стратокастер и линия примочек которые заимствованы у хендрикса не взяты в прямую да а все таки подобработано все подобработано и в результате получилось невероятное звучание гитарная невероятная музыка и концепция игры утра вара опять-таки один умный человек написал что трава максимально уменьшил скорость и максимально увеличил звук увеличил громкость увеличил звук расширил звуковую палитру и получилось что-то просто потрясающее если вы не верите про первую сторону альбома я сейчас расскажу а если вы не верите первая песня на второй стороне альбома i can't stand it она начинается с гитарных аккордиков то есть ну интервальчики там квинта кварты до играет что что практически одно и то же почти играет трауэр и звук такой как будто это непонятно что это гитара а а это гитара это фендер просто с никаких компьютерных дел там никаких чудес тут юнивайп фус фас точнее и фленджер ну переделанные немножко да и звук такой что просто мы ну и конечно хороший усилитель и кабинет маршалл и послушайте просто как это звучит как это какое-то просто ну это невероятное что-то но такого звука не бывает гитара не может так звучать она звучит и так так убедительно я бы сказал а юнивайп кстати да если тех кто не разбирается в гитарных примочках дэйв гилмор использует у него все время очень много где и вторая сторона альбома она очень похожа по структуре по построению песен по построению гармонии по мелодике похоже на хендрикса но фразы вот фразировка совершенно своя совершенно не хендриксовская концепция вся структура какую как у джимми и i can stand it и rock me baby он здесь играет классическая песня до вторым номером twice remove from yesterday заглавная песня она просто она похожа на как будто она взята из пластинки x из болта зла в хендрикса но фразировка другая все сыграно по другому а структура ну видно что человек очень любил эту музыку просто очень сына сонг предпоследняя вещь бешеная дикая совершенно ну а вот один стендит чуть-чуть фанка присутствует как у хендрикса тоже и вот эти вот игра в октаву вот эти пассажи октавные которые взятые у васи монтгомери сначала потом пришли к хендриксу да потом уже его и к робину трауру до 8 more from yesterday шедевр психоделической гитарной музыки при этом не психоделической где ничего не понятно да все понятно все конкретно сыграно здорово но очень много гитары так все так все речитатив как в axis балдазлав тоже да все есть ну немножко напоминает в целом пластинку electric lady land хендриксовской немножко напоминает но опять-таки не плагиат ничего не содрано ничего не снято все свое просто под влиянием а первая страна опять таки о гитарном звуке a can't a can't wait much longer longer первую вещь ставите и выплывает это стерео гитара я не знаю это было стерео гитара у него или не стерео гитара но в смысле два выхода когда у гитары идут сразу не не дабл трек пишется гитара сразу идут на два канала но вот этот просто какой-то такой привет пинк флойду далекому от такого звучания да и да и дэйв гилмор все-таки при всей мощи его звучание при при кайфе его звука все-таки папа покрепче будет такое медленная песня a can't wait much longer она медленная на гитарном рифе который расширяется в середине песни если там сначала условно говоря там на трех нотах потом на пяти на шести он увеличивается соло гитарная и очень медленно все очень медленно но так мощно и так гитарно и так технично при этом при том что медленно потрясающе а дальше вот daydream который еще медленнее чем первая песня но это уже космос это просто космос тяжелый космос с ударными с басом с парящий вот этой гитарой со стереофонией как-то которая открывает окно в какую-то неведомое рок пространство и мы понимаем что рок этого мне не только это вот такое такое парение ну и все и дальше ханна из двух частей песня которая начинается тоже медленно а потом переходит в шквал гитарный темп увеличивается в два раза и гитар там записано я считал как минимум четыре а может быть и шесть может быть и все шесть и так так это все такой калейдоскоп такой фейерверк такой салют просто звуковой ух обалдеть но при этом при том что здесь наложение да при том что здесь все отработано и вычищена и идеальная каждая нотка продумано звучание такое как будто все это играется живя ком вот так вот в этом талант и